МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваш учитель Нижнего Новгорода 2016 года, преподаватель технологии школы номер 102 Елена Борисовна Аникина. Здравствуйте, Елена Борисовна. Мы удивлены вашим необычным для учителя внешним видом. Приятный учитель. Приятный учитель. У нас таких не было. И прежде чем мы начнем с вами разговаривать, посмотрим отрывок вашего урока. Конкурс «Учитель года» прошел в нашем городе в 12-й раз. Из 280 претендентов жюри выбрало Елену Аникину. Учителя технологии 102-й школы Нижегородского района с углубленным изучением отдельных предметов. Елена Борисовна преподает уже 33 года. Особенность ее методики – опора на фольклорные традиции, с которыми она познакомилась в мастерской прикладного творчества Параскева. Елена Борисовна, учителя в наше время, по крайней мере, не так выглядели. Они были с пучком, в очках и в костюме. А почему у вас такая интересная одежда? Разухабистая такая. Ну, на самом деле, я, конечно, каждый день так в школу не хожу. Только по случаю 1 сентября. Да, только по случаю Дня знаний. Ну, а если серьезно, я учитель технологии. А технология – такой предмет многогранный. Одна из ее граней – возрождение и развитие, воспитание детей непрерывное в русских традициях. Я этим увлекаюсь очень сильно в студии, в мастерской декоративно-прикладного творчества Параскева, где женщины изучают русское традиционное ремесло – костюм, куклу, ткачество. А поскольку предмет у меня – технология, где нужно все это делать руками, это очень хорошо перекликается с моей работой. То есть вот этот костюм, он прям настоящий? Это не фантазия на фольклорную тему, а вот такие передники? Это костюм, он не сценический костюм, а он костюм, сделанный по этнографическим образцам. То есть делали специальные замеры, или образец брался, и по нему стараюсь сохранить крой, стараюсь сохранить стишки. Вы сама шили? Да. А где носили такие костюмы? Какой губернии? Вот, например, передник у меня Нижегородской губернии. Нижегородской губернии. И царафан, царафан внизу, а дед такой кубовый, ну, он такой широко в средней полосе России носили. А девчонки не считают, что это какая-то старомодная? Да это вообще интересная, потому что компьютер и рядом ткацкий станок. Им интересно это? Интересно. Да? Ну, я, конечно, стараюсь, чтобы не было так вот в этой ветхости совсем. Наглядные пособия. Наглядные пособия. Знаешь, так и расчет, бумажные висели такие ветхие. Давайте достану. Ну, вот, жалко, что вы не в кабинете у меня, но вот я-то хватила. Ну, вот, например, я сказала, что у меня ткацкий станок есть, да, и чтобы девочкам не было скучно ткать. То есть традиции мы используем, традиционный способ изготовления, а чтобы это было, ну, как бы, вот, интересно детям, вот мы радугу соткали. Половичок такой. Да, вот такой половичок. В Икеа сейчас это модно. А в Икеа у нас все свое. Да, 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 а мы делаем вот своими руками. Вот мы собрали вот такую тему. На настоящем ткацком станке. На настоящем ткацком станке. А станок откуда у вас? Ученица. Ну, вот, знакомые, разбирая дом, сказали, не поднимается рука, выбросить, а тебе пригодится, мы знаем, вот береги. И к нему стали так прям притягиваться все остальные элементы, и прялочка, и веретенца. Вот это, да? Все, да, и вот это, да. Ну, вот как это, что там дальше? Ну, вот на уроке, кстати, показывала веретенцы девочкам, они очень интересно и сказку вспомнили. Вот. Спящая красавица. Спящая красавица. То есть, вот почему, как бы, чтобы не было это древним. Ну, вот сейчас возрождается традиция, например, пасхальных праздников, рождественских праздников. Это для яиц, наверное. Да, вот это берется простой платочек или кусочек ткани, кусочек ткани, и завязывается просто узелком. То есть, поражаешься простоте и глубине исполнения. А для чего вот этот? Ну, вот это зайчик такой. Это на яичко надевать, да? Можно яичко вот сюда, как бы. А кукла, ну, знаете как, вот, например, не покупали их, не ходили никто. Ну, что, начинал плакать ребенок, мамочка снимала с головы платок и делала куколку. Оп. Оп. И закрутили. Сейчас я вам покажу. И просто вот так закрутили, чтобы быстрее было, я по полу сложила. Вот так закрутили. Куколку. Закрутили, закрутили. И вот она, ваша лялечка, уже вам смотрит и говорит. Вот она. Видите, как улыбается красиво. Вот у меня в руках две ниточки. Можно сделать... Современным детям я, как бы, передавая традицию или знания какие-то. Очень любят делать все фенечки. Ну, да. Но по большому счету фенечка, пояс, у них назначение такое было. Это оберег. 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 Кто будет помогать? А что нужно делать? Вот так держать? Надо держать. Хватать руками своими. Или... А я вам сейчас покажу и вам модель. Вы вдвоем сделаете. Значит, можно скрутить поясок. А можно скрутить фенечку. Разница только будет в величине и количестве нитей. На поясок, наверное, маловато. Это у нас на фенечку хватит. Вот мы сами куколку закрепим. Мы крутим по солнышку, по часовой стрелке. Вот в ту сторону, а я вот в эту. Или я одна могу крутить. Вот в одной из передач я услышала, что именно так устроена наша ДНК. Перекручена. Ну да, перекручена. Вообще ведь, конечно, в жизнь прожить не поле перейти, и покрутит она тебя, и повертит. Вот чтобы взять и получить из волокна нить прочную, да, нужно ее покрутить. И человека в жизнь покрутят, и он выберет, кем он хочет все-таки стать. Теперь я складываю. Такие все простые вещи, какие-то, да, в них такой большой смысл. Вот смотрите, я отпускаю. Вот вам, пожалуйста. Фенечка. Практически ДНК получилась. Да, оно так перевивается. Ну вот, я принесла, да, да. А цвета, это обязательно красный, синий, это что-то означали цвета, или можно было другой? Ну, конечно, красный, красивый. Ага. Он присутствовал. А синий небо, наверное? Нет, синий был тоже, да, и синий, и белый. Вот сочетание. На уроке я объясняю, как бы материаловедение, показываю, что однотонные цвета, натуральные все были материалы. Куколка, она не такая, как кукла Барби, идеальная, с пропорциями, какие придумал человек. Она вот такая. Я плачу, грущу, и она вместе со мной грустит. Я ей все эти критики расскажу. Я веселюсь, и она улыбается со мной вместе. То есть ребенок сам дофантазирует, какое у нее выражение лица. Конечно. А у детей нет желания самим нарисовать? Бывает. Бывает. Кто-то дорисовывает, ну, если ему хочется, пусть дорисует. Вот насколько я знаю, школа работает по программам, да, утвержденным. Вот это ваша методика, она утверждена. В министерстве. Да, в министерстве. И по ней работают в других школах. Если коротко, я, например, прохожу тему материаловедения. Я могу показать кусочки ткани, а могу взять кусочки ткани и сделать вот такую же куколку. То есть вы с фантазией подошли, допускают. Причем это не с первого раза приходит. Это приемы, это приемы каждого учителя. И у меня тоже это не сразу получилось. Я как только узнала, я взахлеб хотела сразу передать всю эту информацию детям. А она сразу не пошла. Вот когда она улеглась уже, я вот так уже спокойно могла говорить, вот так, как и сейчас, наверное, вам. Вот она тогда уже пошла, отлежала, разозрела. А вашим опытом пользуются другие учителя в других школах? Да, работая в НЕРО, на кафедре технологий, сотрудничая с ней, я проводила курсы, учителя приходили, я рассказывала, как вот можно на уроках использовать это. Хоть заново в школу поступать, да? Хоть заново в школу. И я думаю, что... Приходите, школа 102. Лучшая школа в этом году. И лучшая учителя в этой школе работает. Ждет дверь для вас открытая. Хорошо, что у нас есть хотя бы видеоурок. Да, видеоурок, который мы еще раз можем пересмотреть. Хорошо как, что у ваших детей есть такая учительница, такая приятная... Да, у меня есть такие хорошие дети. Такие хорошие дети. Да, очень, да, очень, с большим потенциалом ребятам, участвуем во многих конкурсах, и Олимпиада всероссийская, как бы вот, и НОУ. Я не могу похвастаться, что каждого интересует именно традиционное что-то. Но я как бы вот стараюсь послушать детей, да, и услышать, а что их интересует. Когда идешь, конечно, вот чувствуешь, что это на самом деле задело, вот тогда мотивация обучения совсем меняется. Они готовы многое сделать. Мы поздравляем вас с началом учебного года. Желаем вам, чтобы вы куколок делали не передел. Что так интересно. Прямо прям. Чтобы из года в год вы становились лучшим учителем. Или кто-нибудь из ваших. Из любой школы, любой учитель может принять участие в этом конкурсе. Это нелегко, но это все равно дает опыт хороший. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова